Автомобиль скорой помощи мчится по улице. Сирены, мигалки и бешеная скорость. К счастью, это всего лишь эксперимент. Инсценировка экстренного вызова. Именно так сотрудники ГАИ ловят тех, кто пренебрегает правилами дорожного движения, здоровьем и даже жизнью того, кому летит белокрасная неотложка. Каждый день мы спешим на помощь больным людям. Нам важна каждая минута. Но зачастую бывает так, что мы не можем доехать до места назначения, так как на дорогах возникают различные заторовые ситуации. Водители по каким-либо причинам то ли не хотят уступать дорогу машине скорой помощи, то ли не могут, то есть они не могут сориентироваться. Если скорая помощь едет с сиреной и включенными проблесковыми маячками, все без исключения автомобили должны незамедлительно уступить дорогу неотложки, перестроиться на другую полосу или вовсе прекратить движение. Но это по правилам. На деле же далеко не все водители их соблюдают. Не услышал, не успел, не было возможности перестроиться. Это стандартный ответ из тех, кто не пропустил машину скорой помощи. К счастью, в Гродно таких горе водителей немного. За нарушение данного требования законодательства существует административная ответственность, которая предусматривает штраф в размере от 2 до 10 базовых величин с лишением права управления до 1 года, либо без него. Автолюбители в экстренной ситуации не теряются, действуют строго по правилам. В отличие от пешеходов, у них дисциплина на дороге явно хромает. То ли от незнания, то ли от отсутствия инстинкта самосохранения, то ли им вообще нет дела до жизни другого человека. В любом случае, по правилам дорожного движения, пешеходу запрещается переходить дорогу во время движения спецтранспорта. За нарушение грозит штраф до 2 базовых величин. Очень часто, потому что прекрасно понимаем, что люди болеют все, и скорая помощь должна быстрее, нас ей нужнее, как говорится, потому что она оказывает первую помощь и зависит от этого и жизнь человека, поэтому стараешься по возможности всегда пропускать ее вперед. В основном я смотрел и видел такие случаи, в основном не уступают молодые. Это наш генофонд, так называемый. Раньше в школе воспитывались, а школы. Раньше была школа и родители, а теперь никто. Родители на работе деньги зарабатывают на кроссовке. А в школу сейчас не занимаются воспитанием. Я как водитель вступаю постоянно, а так приходится сталкиваться иногда, что не вступают. С чем связано, кто его знает, так объяснить довольно трудно. У каждого свои проблемы, кто-то может спешить, кто-то торопится куда-то. Но, к сожалению, скорой надо всегда быстрее попасть, потому что жизнь и здоровье – это то, которое не возвращается никогда и нигде ничего не будет по этому поводу. А вот пешеходам, в принципе, теперь вообще очень много прав и довольно сложно. Все-таки остановиться пешеходу всегда легче, чем машине. А они не всегда это понимают. Понимание и взаимоуважение – вот к чему нужно стремиться на дорогах. Включенные сирены и маячки – это сигнал экстренной ситуации, когда просто необходимо пропустить спецтранспорт. К счастью, такие ежеквартальные проверки напоминают и водителям, и пешеходам. Порой каждая секунда на счету, и жизнь другого может быть не только в врачебных руках. Яна Мельниченко, Дмитрий Пастернак. Новости Гродно+.